в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о структуре проекта android приложения я вам вкратце расскажу как что здесь устроена этого хватит вполне для старта последующем мы будем все больше больше знакомиться и понимать для чего все это нужно смотрите это просто это ваше приложение файлы вашего приложения или если вы собираете приложение по модулям то модульная но в общем смотрите два раза кликать и sangre открывается папка с вашими файлами вашего приложения манифест что вам нужно знать два раза кликаем в манифесте содержится такая техническая информация вашего приложения ну допустим тут описывается название вашего стартового экрана с которого стартует ваше приложение содержится путь допустим иконки вашего приложения то есть до главного изображения который символизирует ваше приложение на экране смартфона вашего клиента. То есть, значок вы все видите, это значок приложения, по которому пользователь кликает и запускается в результате ваше приложение. Но мы с этим всем будем познакомиться, поэтому это сейчас не особо важно. Далее, смотрите то, что вам нужно знать. Java и REST. Каждый экран Android приложения, он состоит из двух файлов. Ну, может состоить из одного, но, как правило, если мы говорим нормальный экран, Activity, он состоит из двух файлов. Первый файл имеет расширение XML, которого вы видите перед собой. Это XML-шаблон вашего экрана. Ну, то есть, очень просто рассказывать про это в сравнении с сайтами, да, и с то есть с вебом. Есть шаблон, то есть верстка, то есть все, что вы видите на экране, разметка вся, пишется на языке XML и располагается в одном в этом файле. А вся логика содержится в файле с расширением Java. Допустим, у нас мы имеем, мы создаем приложение и у нас есть, допустим, магазин. Магазин, допустим, каталог. И мы имеем в виду, у нас имеется экран, каталог. И, допустим, XML-шаблон этого экрана будет называться Activity, нижнее подчеркивание, каталог. А Java класс, в котором будет происходить вся логика, называется просто каталог.java. Вот так вот. По факту здесь, допустим, мы размещаем различные кнопки, текстовые слои. Ну, допустим, давайте рассмотрим обычный пример. У нас здесь располагается, допустим, кнопка, при клике, по которой будет записываться текст, текстовое поле. То есть мы будем здесь иметь два виджета. Кнопка и текстовый виджет. А во файле MainActivity мы пропишем. Во-первых, мы что должны сделать? Мы должны будем с вами создать объект кнопки и объект текстового поля. Затем связать эти два объекта вот с этим шаблоном. И прописать такую логику, что при клике по кнопке должна записаться соответствующая информация в соответствующее текстовое поле. То есть мы как бы этот файл связываем, то есть мы как бы объекты этого файла связываем с этими виджетами и производим с ними какую-то операцию. Это пока все, что вам нужно знать об этом. Теперь давайте в папка res. Папка res это ваши ресурсы. В папке, я сейчас подробно расскажу, что такое ресурсы. В папке drawable, вот она папка, здесь содержатся все изображения, которые содержатся у вас в приложении. То есть если вы какое-то изображение хотите использовать в вашем приложении, то вы должны его положить в папку drawable. Дальше layout, здесь вот здесь содержатся все вот эти XML шаблоны экранов различных. Вот то есть они все содержатся в папке layout. Это все XML шаблоны всех экранов, которые используете вы в своем приложении. В vipmap пока не вникайте, это иконка вашего приложения. Ну в общем сюда пока не лезьте. Values это значит файл с различными ресурсами. Во-первых, здесь имеется файл colors. Здесь вы прописываете цвета, которые вы будете использовать в вашем приложении. Вот эти три базовых цвета, это цвета вашей темы оформления. Вот вы их не удаляете. Если вы хотите сменить эти цвета, то просто введите соответствующие значения вот сюда. По поводу значений, где их брать, мы об этом всем будем еще говорить. Поэтому сегодня просто знакомство. String, это здесь будут содержаться все названия. Заголовки ваших кнопок, заголовки ваших текстовых полей, все что связано с текстом. И styles, это ваши стили. То есть вы можете сделать какой-то стиль, допустим для кнопок мы делаем стиль. Фон прописываем, цвет фона, цвет текста и, допустим, цвет текста. И теперь при последующих применении подобных стилей не нужно заново задавать цвета, а можно просто отнести какой-то виджет к конкретному стилю. То есть это такая оптимизация. Теперь внимание. Вот основную тему вот эту не удаляйте, иначе получите ошибку. И назвать заголовок вашего приложения также не удаляйте. Теперь я еще раз скажу, для чего нужны эти ресурсы. Ведь можно все напрямую. Вот смотрите, activity main, допустим. У нас есть текстовое поле hello world, которое написано просто так. Ну просто текст. Можно прописать здесь любой текст. Смотрите, я его сейчас выделю. И вот любой текст можно прописать. И он отобразится. И не нужны никакие ресурсы. Стринг не нужен. Не нужен файл стринг. Но что произойдет, когда ваше приложение разрастется? Вам нужно будет изменить конкретное название. И вы знаете, что, допустим, оно у вас есть в определенном activity. Заходите и просто его здесь меняете. А потом выясняется, что это название было не только в этом activity, а в десятках и сотнях других. И вы, во-первых, можете все это упустить. А во-вторых, вы можете об этом просто... Это лишняя работа. А что будет, если вы используете ресурсы? Смотрите. Стринг вводим. Сейчас я вам покажу. Создаем. Спускаемся вниз. Да, и создаем новое поле. Вводим. Это как бы тег стринг. Да? Дальше. Name. Это обязательный атрибут, который указывает на его особенное имя. Допустим, name. А еще вам расскажу, что такую штуку в Android-приложениях используется горбатый формат. Это когда, если какое-то название или атрибут какой-то содержит, состоит из нескольких слов, то первое слово идет с маленькой буквы, как у нас. А второе слово начинается с большой буквы. Name button. То есть название кнопки я написал. А можно и третье слово на обзывание button click. И вот это называется, вы видите, как переходы, как волны идут, горбатый формат называется. Ну, в общем, вот так это все правильно делается. Закрываем начальный открывающийся тег стринг. И вы видите, он сразу закрывает. И здесь мы можем между ними теперь вставить название, которое будет символизировать вот это индивидуальное имя. Допустим, клик. Вот мы создали с вами строку с текстом. Эта строка будет содержать текст клик и доступна по этому атрибуту, по названию. Теперь все, что нужно сделать для того, чтобы вписать в нашем текстовом поле это название. Это просто, ну, по-правильному нам нужно поставить собаку, стринг, да, и видите, он сразу выдает подсказки. Вот он, name button click. И, пожалуйста, наше слово сейчас тут справа, видите, вы плюс можете кликать, и он увеличен. И, пожалуйста, вот он клик. То есть что произошло? Мы подтянули с вами заголовок текстового поля из ресурса стринг. И теперь все, что нам, допустим, нужно изменить, нужно переименовать на кнопку next. И все с больших букв. Просто вписываем в ресурсах next, то есть в файле string, да, с названия next. И приходим в activity main. Увеличиваем. Посмотрите. Сразу автоматически все меняется на next. Если бы у нас было сотни таких экранов, у которых были подобные названия, и не тянулись с одного места, с файла string, то, да, да, нам все, что нужно было сделать, изменить название в одном единственном файле. В одном единственном файле. String. И оно в итоге поменяется во всех activity или во всех там фрагментах activity. Об этом дальше будем говорить. в который подгружалось из этого файла. Вот именно для этого нужны ресурсы. То же самое с цветом. Смотрите. Цвет colors, да, допустим. Вот он цвет у нас. Color accent. То же самое. Мы берем. Смотрите, текстовое поле. У него текстовое поле есть такой атрибут. Мы подробно будем говорить о XML шаблонах. Это очень много времени занимает. Но я постараюсь все сделать в короткий срок. Я когда начинал, я провозился, наверное, месяца 4 с этими XML шаблонами. Потом понял, что этого даже не стоило было делать. Смотрите. Вводим Android. Есть два варианта. Декларации. Начало записи. Это Android и App. Вот все цвета, все текстовые, все вот эти величины, ширина, высота. Это все начинается с ключевого слова Android. Об этом будем еще говорить. Дальше вводим название атрибута Text. Видите, он уже вам подсказывает, что здесь можно. Можно стиль выбрать. Стиль это жирный шрифт. Color нам нужен. Это цвет. Здесь, конечно, мы можем написать вручную цвет, поставить маркировку, и будет все замечательно. Но мы уже поняли, что нужно пользоваться ресурсами. И все, что нужно сделать... Давайте я сейчас вернусь в Color. Помните, как называется? Color Preprimary называется цвет. Или Color Accent. У нас цвет. Все, что нужно сделать, можем даже не писать вот так вот. Вот собака Color, и он уже выводит акцент. Мы можем просто с вами написать с маленькой буквы акцент ввести, и он уже подсказывает, и выводит цвет. Color Accent выбираем, и Enter. Увеличиваем, и видите, все. Все отображается отлично. Вот для этого и нужны ресурсы. Ну и вот Gradle это такая технология, которая собирается. Ваш проект. Мы часто будем работать вот со вторым Build Gradle Model App. Вот с этим файлом. Здесь, смотрите, мы будем работать вот с этой областью. Здесь подключается все, что в различной библиотеке, которые вы будете использовать. Здесь отображается пакет. Это устаревший пакет AppCompate. Сейчас в основном используют, и мы будем, конечно, использовать пакет AndroidX. Об этом мы будем говорить. Здесь подключается технология материального дизайна. Здесь вот подключается вот этот Constraint Layout. Это как бы оболочка всех виджетов, которая определяет, как будут располагаться виджеты на экране. Но об этом мы также будем говорить. Юнит это юнит тестирования приложения. Ну и это все-все шаблоны. Здесь мы будем подключать, допустим, нам нужно будет, если сделать круглое изображение, как аватарка, мы будем подключать специальную библиотеку для этого. Если нам захотим, ну вернее мы так сделаем, нам нужно будет усовершенствовать технологию связывания объектов. Когда нам нужно будет оперативно и правильно автоматизировать связывание Java класса из созданного объекта со своим шаблоном, то есть сверсткой, мы будем специальную библиотеку Butterknife использовать. Когда нам нужно будет использовать реактивное программирование, то мы здесь будем подключать технологию RxJava. Ну то есть здесь подключение проекта. И с этим на самом деле очень много возникают проблем, потому что много ошибок выдается. Поэтому все это мы будем подробно разбирать. Но все, что вы сейчас должны знать, это структура. Манифест. Это основные параметры приложения. Java отображается в файлы. Java файлы, в которых прописывается вся логика, весь функционал. Res – это ресурсы. Здесь Drawable – это папка для изображений. Layout содержит все шаблоны. Value содержит все ресурсы удаленные. То есть это название, маркировка цветов, все текстовые поля и стили. Для усовершенствования применения цветов. Например, для усовершенствования применения цветов. Но об этом вы все параллельно будете изучать и более глубоко понимать. Сегодня было важно рассказать об этом. Ну что, до встречи на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова